Сейчас я расскажу вам об основах нанесения правильного, ровного, плотного контура. Расскажу и покажу, как сделать хороший закрас и как положить тени. Для этого нам понадобятся две машинки. Одна контурная, я использую роторного типа, прямоход. Это Рой Ричардсон, родом из Англии, ручная работа. Вместе с ней я буду использовать модуль Эквадрон 11RL. И для того, чтобы сделать закрас и положить тень, я буду использовать Тураниум. Тураниум хорошо с этим справляется. И здесь обычная прямая игла. Игла у нас будет 13 round magnum. Это означает, что конец иглы немного закруглен. Это то, что понадобится нам для изображения самого рисунка. Для того, чтобы нам промыть кожу или участок резиновой поверхности, мы будем использовать резинку. Вот, понадобится нам краска, колпачки под краску, вазелин. Я использую Тату Фарма. Хороший вазелин, недорогой. Его нужно не очень много. Выкладываем его на свою поверхность одноразовым шпателем. Колпачки, для того, чтобы они не двигались, набираем немножечко вазелина и прикрепляем к поверхности. Так они никуда у вас не денутся. Еще одну фишку расскажу вам о использовании салфетки на держаке. Для того, чтобы он не скользил, может быть, пальцем заденете вазелин или он будет сырой. Чтобы он не скользил, можно намотать просто салфетку на этот держатель и зафиксировать его либо резинкой, либо малярным скотчем. Малярный скотч используется часто и везде. Им фиксируются всякие пеленки, барьерная защита. То есть я использую на обоих держателях подготовленные заранее салфетки. Салфетки Зева рекомендую использовать именно их, потому что они в процессе работы не разваливаются и оставляют свою форму и хорошо справляются с вычищением краски с кожи. Важный момент для того, чтобы начать татуировать, нам нужно обезжирить, очистить поверхность кожи, нанести трансфер. Трансфер я расскажу, покажу потом, как это сделать. И нужен будет вазелин. Для чего нужен вазелин? Чтобы смазать участок кожи и при работе было просто и легко его смывать. Наливаю в колпачки краску. Я использую Ноктюрнул. Вы можете использовать любой черный цвет. Самая ходовая краска это динамик. Я подготавливаю разные тональности самостоятельно. Разбавится потом все это дистиллированной водой. И размешается. Так, мы готовы к работе.